Как вы знаете, анонсирована встреча Путина и Трампа, говорят, что она может состояться в конце мая месяца. Как вы думаете, о чем могут говорить главы государств? Кто на кого может давить и прозвучит ли тема Украины во время этой встречи? Не факт, что встреча состоится. Последнее, что я слышал, опровержение от Пескова. Вчера ночью прошла новость о том, что это ничего не изменилось на американском фронте без перемен. Но в любом случае, состоится встреча или нет, следует отметить, что Россия вообще-то Америке не нужна. Ну, ни для чего не нужна. Возможно, она нужна в единственном разрезе. Это в помощи в свержении Асада, который уже объявлен главным врагом народа и стал ставка на его свержение курсом американской администрации. Возможно, Москву будут принуждать к тому, чтобы она Асада сдала. Но предметом торга не может быть ни украинская политика. Это неизбежно совершенно. Не может быть предметом торга. Не может быть предметом торга снятия санкций. В лучшем случае, какое-то ослабление. Или, например, не введение новых санкций. Это даже скорее. Вообще, Америка не разговаривает сейчас на языке торга. И важный момент хочу отметить, что не определяет политику Америки в данный момент Трампа. Уже давным-давно. Он, в общем-то, не определял ее с самого начала. Но сейчас уже даже смешно говорить о том, что воля Трампа что-то значит. Курс американской администрации – это курс республиканской партии, которую мы хорошо знаем по поведению республиканцев в Конгрессе и Сенате. А это означает разговор исключительно с позиции силы. Исключительно с позиции силы. Ультимативные требования. А Трамп в данном случае будет выполнять роль политического актера, который будет... Вот, например, приезжал глава Китая. Трамп подробно рассказал о том, как они ели шоколадный торт. Ну вот, примерно что-то такое. Он расскажет о том, какими блюдами его подчиняли в Кремле. И этим ограничивается Трампова функция. А республиканцы, они, безусловно, взяли на вооружение тактику и стратегию Рейгана. А она не подразумевает вообще никаких соглашений, договоров. Она подразумевает вставление ультиматумов. Вот и все. В данном случае ультиматумы касаться Асада. Со своей стороны, Москва может предложить либо капитуляцию, либо не согласиться на капитуляцию, что я исключаю. Я уверен, что вопрос будет только о соусе, под каким будет подана капитуляция в Сирии. Никакие другие площадки в данном случае рассматриваться не могут. Может быть, еще будет рассматриваться техническая помощь Москвы в решении северокорейской проблемы. Если они всерьез решили себе зачет поставить еще и свержение Ким Чен Ыда. Если у них этот безумный план существует, то Москва для них будет нужна еще в техническом отношении. Но это не торг. Это не торг ни в коем случае. Только ультиматум. Если с третьего, вообще состоится. А как насчет украинского вопроса? Ну, у Америки как бы нет интереса в этом направлении. В Америке, в данном случае я имею в виду, безусловно, республиканцев, у них представление только об одном. Это еще один повод для ультиматумов удавления. На Москву это раз. А два, это вопрос Европы. Зачем в Америке решать эти вопросы, которые к ним прямого отношения не имеют? У них много других интересных театров военных действий. И в данном случае Украина прекрасно стоит на своих двоих ногах. И говорить о том, что она может послужить разменной картой в каких-то расчетах, это просто абсурд сейчас. Просто абсурд. Поэтому тут совершенно беспокоиться нечего. Америка сдала Украину. Собственно, в чем может заключаться задача? Я, честно говоря, не понимаю. Америка, Россия сейчас от Украины, Украина сейчас зависит от Америки, но только в каком-то моральном отношении? Или как еще? Никак. Америка признает Крым, это исключено. Это означает, что Америка, получается, спонсором выступает нарушение государственных границ постиалтинского мира. Америка никогда в этой роли не выступит. Это было бы смешно.